Привет, друзья, я ваш друг Манодж из Паросадениум. Сегодня мы поговорим о растении, которое называется Тиайплант. Сегодняшнее видео основано на растении Тиай. В нем мы расскажем вам, как можно посадить растение Тиай дома и как добиться красоты в вашем саду с его помощью. Перед началом видео просим вас, если вам понравилось наше видео, подписаться на наш канал и установить значок колокольчика для всех, чтобы уведомления о наших других предстоящих видео могли прийти к вам первыми, а также само видео. Поставьте лайк, напишите комментарий и расскажите, как вам понравилось наше видео. Итак, давайте начнем видео о полном представлении и уходе за растением Тиай. Растение Ти – тропическое широколиственное вечнозельное растение с красочными листьями, похожими на пальмовый. Его можно выращивать как образец ландшафта в тропическом климате, но чаще его выращивают как комнатное растение в горшке. Растения любят за его красочные, большие, длиной от 1 до 2,5 футов, быстрорастущие и долговечные листья. Весной растения на открытом воздухе могут давать небольшие шестилепестковые звездчатые цветки на свисающем разветвленном стебле или метелке. Если растение выращивается на открытом воздухе в саду, его лучше всего сажать весной, оно токсично для людей и домашних животных. Общее название растения Тиай – растение удачи, гавайское растение Тиай. Ботаническое название Каурдилан фрутикос, ранее Каурдилан терминалис. Семейство Аспарага чае. Тип растения кустарник. Размер взрослого растения 2-10 футов, в высоту 3-4 фута в ширину. Экспозиция к солнечному свету частичная. Тип почвы хорошо дренированная, суглинистая. pH почвы кислотной, нейтральной. Время цветения весна. Цвет цветка белый, розовый, желтый, фиолетовый. Зоны морозостойкости 10-12 узда. Родной регион Азия, Австралия. Токсичность токсична для людей, токсична для домашних животных. Уход за растениями Тиай. Вот основные требования к уходу за растением Тиай. Для выращивания на открытом воздухе выберите место с ограниченным прямым солнечным светом или фильтрованным солнечным светом. В помещении поместите растение в место с большим количеством яркого непрямого света. Высаживайте его в почву, содержащую много органических веществ, слегка кислую и хорошо дренированную. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной, и поливайте соответствующим образом. Избегайте длительного воздействия температур ниже 50 градусов по фаренгейту. Удобряйте уличные растения полным сбалансированным удобрением один раз весной, а горшечные растения ежемесячно. Обрезайте растение по мере необходимости, чтобы оно выглядело наилучшим образом или контролируйте высоту комнатных растений. Свет. Правильное освещение для растения Тиай немного сложно. Полное солнце обеспечивает лучший цвет листьев, но слишком много прямых горячих солнечных лучей вызывает потемнение кончиков и краев. Растение Тиай считается образцом полного солнца, 6 часов или более в день, но при выращивании на открытом воздухе ему будет полезно находиться в тени в самые жаркие часы после полудня. Однако оно может переносить место с ярким фильтрованным светом в течение всего дня. В условиях слабого освещения эти растения могут потерять часть своего яркого цвета и стать более зелеными. При выращивании в помещении дайте растению Тиай как можно больше яркого непрямого света. Почва. Растения Тиай предпочитают слегка кислую почву, которая плодородно и хорошо дренируется. Хорошо подойдет песчаная или суглинистая почва с большим количеством органических веществ. Избегайте мокрой или твердой глины и участков с солевым распылением. Вода. Как садовое растение, растение Тиай лучше всего растет на почве, которая поддерживается влажной, но не постоянно пропитанной. Если осадков недостаточно, поливайте обильно примерно два раза в неделю в общей сложности около одного дюйма воды. Поливайте на уровне почвы, чтобы листва оставалось сухой. Осенью и зимой поливайте более экономно, обычно достаточно одного раза в две недели. Покройте область вокруг растения слоем мульчи толщиной 2-6 дюймов на расстоянии 4 дюймов от основания ствола. При поливе горшечных растений дождитесь, пока верхний дюйм почвы высохнет, затем поливайте обильно, пока вода не вытечет из дренажных отверстий в горшке. Для горшечных растений обычно достаточно полива один раз в неделю. Эти растения очень чувствительны к фтору, поэтому лучше всего поливать их дождевой водой или бутилированной дистиллированной водой. Тарированная вода может привести к тому, что кончики и края листьев станут коричневыми. Температура и влажность. Хотя растения выдерживают кратковременное похолодание до 30 градусов по Фаренгейту, эти растения не переносят длительных температур ниже 50 градусов по Фаренгейту. Растения эти лучше всего растет там, где температура держится в постоянном диапазоне от 65 до 95 градусов по Фаренгейту. Если вы перенесли комнатное растение на улицу на лето, обязательно занесите его в дом до первых осенних заморозков. В помещении избегайте мест со сквозняками из окон или дверей зимой. Как и многие тропические растения, растения эти предпочитают довольно влажную среду. При выращивании их в помещения в отапливаемых помещениях с сухим воздухом поставьте горшки на неглубокую емкость с водой, наполненную галькой, чтобы повысить влажность, или используйте комнатный увлажнитель воздуха. Удобрение. При посадке на улице подкармливайте растения один раз весной медленно действующим удобрением, которое хорошо сбалансировано по азоту, фосфору и калию. Равномерно распределите удобрение по почве на расстоянии не менее одного фута от основания растения. Поливайте обильно. Горшечные растения следует подкармливать ежемесячно водорастворимым сбалансированным удобрением. Чтобы узнать необходимое количество, следуйте инструкциям на этикетке продукта. Осенью и зимой воздержитесь от подкормки, так как темпы роста растения замедляются. Обрезка. Единственная необходимая обрезка – удаление пожелтевших листьев по мере их появления. Вполне естественно, что старые листья отмирают по мере созревания растения. Обрезайте длинные или непривлекательные стебли. Можно безопасно обрезать растения Ти на высоте всего 6 дюймов от поверхности почвы. Срезы могут показаться радикальными, но здоровые новые побеги быстро вырастут. Размножение растения Ти. Растения Ти размножаются несколькими способами, включая отводки, помещение черенков в воду, деление или посев семян. Но один из самых простых способов – укоренение коротких частей стебля, тростника. Вот как это сделать. Начните с того, что возьмите одних дюймовые черенки с молодых здоровых тростников, используя острые секаторы. Посадите тростник в горшок, наполненный сухой почвой, например, смесью песка, торфяного мха и перлита или вермикулита. Положите тростник на бок и закопайте его на глубину, равную четверти его диаметра. Поддерживайте почву влажной и поместите черенок в теплое, частично солнечное место. Корни должны развиться из узлов в течение 2-4 недель. Когда появятся новые зеленые побеги, черенок готов к пересадке в сад или в больший постоянный горшок. Вы также можете размножать растения те, помещая черенки в воду. Начните с отрезания куска здорового тростника длиной не менее 5 дюймов. Поместите его в достаточное количество воды, чтобы покрыть тростник, но не затапливайте его. Регулярно меняйте воду, чтобы она оставалась чистой и свежей. Когда тростник разовьет крепкую корневую систему, посадите его на открытом воздухе или в контейнер, наполненный коммерческой почвой для горшечных культур или песком в сочетании с торфяным мхом, вермикулитом или перлитом. Пересадка и пересадка растения те. Хорошо дренируемая почва для горшечных культур лучше всего подойдет для вашего растения те. Для контейнера подойдет любой материал, но он должен иметь несколько дренажных отверстий. Растения в горшках растут медленнее, чем садовые экземпляры, поэтому вам следует пересаживать их только раз в 2-3 года, когда вы увидите, что корни начинают расти из дренажных отверстий. При пересадке выбирайте новый контейнер, который лишь немного больше предыдущего. По мере того, как растения становятся более зрелыми, темпы роста замедляются, и пересаживать их нужно реже. По мере того, как эти растения становятся большими, они могут быть тяжеловесными сверху и склонными к опрокидыванию, если растут на террасе или пате. Выберите широкий, тяжелый контейнер, чтобы обеспечить равновесие для более высоких растений. Зимовка. Если температура в вашем регионе опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту зимой, растение следует пересадить в горшок и занести в помещение или подготовить к зиме. Если в вашем регионе возможны резкие похолодания, защитите растение зимой, покрыв корневую зону растения слоем мульчи толщиной около 6 дюймов. Также рассмотрите возможность укрытия от заморозков или связывания листьев вместе, чтобы защитить их от воздействия сильного ветра или замерзания воды, собирающейся в углублениях растения. Независимо от того, выращиваете ли вы растение в помещении или на открытом воздухе, не подкармливайте его осенью и зимой, так как в это время темпы роста этих растений естественным образом замедляются. Распространенные вредители и болезни растений. Распространенные вредители, на которых следует обратить внимание, это грибные комарики, мучнистые червяцы, клещи, щитовки и трипсы. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, регулярно протирайте листву чистой влажной тканью. Пропитывание почвы пестицидами поможет контролировать грибных комариков, мучнистых червяцов и щитовок, но опрыскивание листвы лучше всего помогает от клещей. В тенистых или сырых условиях растение привлекает улиток и слизней. Растение ТиАй подвержено различным грибковым заболеваниям, таким как пятнистость листьев, особенно при выращивании на сырой почве и в условиях тесноты.3 избегайте полива сверху и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Распространенные проблемы с растением ТиАй. Растение ТиАй, как правило, довольно беспроблемное растение, но вы можете заметить следующие проблемы, побурение листьев. Наиболее распространенная проблема с растением ТиАй, побурение кончиков листьев. Обычно это происходит, когда условия слишком сухие, особенно при низкой влажности воздуха, что часто бывает в зимние месяцы в умеренном климате. Обязательно поливайте регулярно и либо поставьте горшок на поддон, наполненный галькой и водой, либо используйте комнатный увлажнитель воздуха. Еще одной причиной побурения кончиков листьев и краев является слишком большое количество фторида в воде. Используйте дистиллированную воду, если это проблема. Плохой цвет листьев. Если ваше растение ТиАй теряет цвет листьев, который был при покупке, и вместо этого становится зеленым, это может быть связано с нехваткой солнечного света. Переместите его в место, где оно получает не менее 6 часов, а лучше 8 часов, прямого солнечного света каждый день. Для комнатных растений использование искусственного освещения помогает восстановить цвет листьев. Итак, теперь вы, должно быть, поняли, как выращивать растения ТиАй дома. Если вам понравилось это видео, поделитесь им, оставайтесь на связи, чтобы узнать о других подобных растениях. Просто помните об этих нескольких мелочах, ваше растение всегда будет украшать ваш дом, а также обеспечит вас полезным и чистым воздухом. Это конец сегодняшнего видео, давайте встретимся в другом видео, чтобы поговорить об уходе за другим растениям. Пока, друзья, счастливого садоводства!